Под председательством главы региона прошло расширенное заседание Оргкомитета Победа. Первое, на что обратил внимание глав городов и районов Кубани Александр Ткачев, это сценарии праздничных мероприятий. Они должны быть современными. Пострадать немножко разнообразие под свои подходы. Мы с этим будем смотреть. Посмотрите, может быть, у самой молодежи, как мне интересно, подключить их к реализации этих мероприятий. В ходе совещания был представлен подробный план праздничных мероприятий по подготовке к юбилею Победы. Особое внимание городам, где 9 мая пройдут военные парады. В их числе город воинской славы Анапа. Анапа, Сергей Павлович, город воинской славы. Что после того, как вы стали городом воинской славы, как-то изменилось, как-то 9 мая, организация, мероприятие? Конечно, изменилось. У нас в центре установлен обелиск города воинской славы. Мы его заказывали, мы его установили и оплатили. Спасибо вашей помощи. И теперь это место проведения всех наших торжественных мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне. В торжественном прохождении войск в День Победы в Анапе будут участвовать 768 человек. 15 парадных расчетов от Института береговой охраны, артиллерийского полка, 7 воздушно-десантной дивизии Анапского районного казачьего общества. Примут участие также воспитанники казачьих классов и курсанты кадетской школы. Мы предусматриваем трансляцию нашего парада, так его буду называть, по каналам системы оповещения гражданской защиты населения в сельские округа. При этом будет использование оборудования студии, которые обеспечат передачу аудиорепортажа, марша по оговорящим устройствам. Что же касается доработки праздничного сценария, то глава Анапы заверил губернатора, инициатива молодежи будет услышана и принята во внимание. Позже в своем микроблоге Сергей Сергеев написал, «Мы готовы скорректировать планы. Молодежь у нас замечательная, креативная. Уверен, ей есть что предложить». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!